так перед нами некий парник да выглядит он конечно уже не как парник побитый жизнью побитый жизнью вот и короче это где-то на это было второе помещение которое было сделано под птицу после того самого первого сарая где козочка когда-то жила значит нам у нас достался от предыдущих хозяев и было это всего лишь конструкция из металлических оцинкованных профилей согнутых вот была она ничем не обшита видимо ее каждый сезон затягивали полиэтиленом значит что было сделано с ней она была перенесена с другого места поставлена сюда вмонтированы были в нее другие торцы нежели те которые были тоже не были полукруглого такого объема были выпилены вставлены просто прямые все на досках сделано доски внизу которые на которые все опирается промасленная отработкой но уже конечно подгнили малость не знаю сколько лет ему всю жизнь внутри были построены вот такие вот перегородочки коридор все крайне неудобно было сделано но тем не менее довольно эффективно использовалась в холодное время весеннего периода для подращивания молодняка вылезшего уже из брудера выращенного в брудере повешены инфракрасные лампы сейчас мы вовнутрь зайдем меня то больше интересует вот эта конструкция сверху про нее пару слов значит история возникновения такова однажды летом я забыл утром открыть двери и стало солнце ночь была прохладная и птица которая сидела внутри почти половина погибла из-за страшного перегрева здесь в общем-то и человеку было очень плохо находиться вот и психанув по этому поводу была построена вот такая конструкция из дерева для того чтобы запустить по ней девичий виноград но на ней можно еще углядеть остатки маскировочной сетки которая у нас имелась тоже от старых хозяев от предыдущих виноград и и частично уже обрастил вот но опять же этой тени здесь не хватало и в этом году тоже и поэтому мы делали вот такую вещь брали фольгированный пенофол это называется и просто приклеивали его вот так вот по окружности чтобы лучи отражались солнечные максимально там было достаточно светло чтобы птица чувствовала себя комфортно этот пенофол проработали именно это эти куски проработали уже третий год вот уже все их пора выбросить окончательно вот ну скажем так вот они отработали свое то есть три года пенофол под открытым воздухом под открытым небом живет да он еще и следующий сезон простоит ничего с ним вряд ли он уже отражать не будет с него уже все осыпал осыпал фольгой отражает как затемнение может быть но внутри будет жарковато я думаю ну и тут прорезаны конечно такие вентиляционные окошечки для пассивной вентиляции в принципе охлаждать это помещение у меня задачи никогда не было то есть это именно для птицы для в том возрасте когда еще нужно тепло и внутри висит подсветка вот такой вот сделанный углом козырек у него три лампы вмонсированы так это мы осторожно здесь у нас фазанчики сидят вот вот так вот это все было вручную согнуто ну и в тех комнатушках то же самое они просто поменьше размер то есть сейчас здесь фазаны и там везде фазаны в одном только курочка сидит с двумя цыплятами подрощенными уже три месяца наверное кружка а так вот те же самые шалашики внутри вот но фазанам я не буду рекомендовать никому чтобы фазанов держали вот в таком парнике что очень много вот этих вот выступающих конструкционных элементов фазан птица дурная она закрывает чтобы она туда забивается лапами может застрять поломать себе лапу все-таки лучше всего здесь держать какую-нибудь более флегматичную птицу утки утят индюшат это вот нормально для фазанов это не очень понятно ну и это вот собственно говоря для тех кто только-только начинает кто еще не решился потратить существующий кулачок площади для того чтобы построить что-то новое вот у меня супруга пыталась один год вырастить здесь помидоры ну как ты их вырастешь кругом куры ну тогда кур было еще мало и парник был по-другому выглядел изнутри особенно вот помидоры не получились то ли из-за того что парник такой то ли из-за того что просто не наше вали и давай сюда море сергей сергеевна хватит этих рыданий давай сделаем птичник